Всем приветик! Сегодня готовим очень вкусные булочки с творогом. Булочки готовятся на песочно-дрожжевом тесте. Это необычный и вкусный рецепт. Итак, тесто готовится очень просто. В муку добавляем дрожжи и добавляем сахар. Сразу вот так весь. Все вот так смешиваем. И теперь берем сливочное масло. Вместо сливочного масла вы можете использовать маргарин. Значит, он может быть комнатной температуры или с холодильником, как у кого будет. Теперь масло нужно перетереть с мукой до однородной крошки. Вот так. Сюда, в перетертую муку и масло, добавляем одно яйцо и начинаем добавлять молочко. Вот молочко должно быть не холодное. Не берите из холодильника. Выставьте молоко за час до готовки в кухне на столе. Пусть постоит и немного нагреется. Значит, на 400 грамм муки уходит приблизительно 100 миллилитров молока. И вот так замешиваем комочек теста. Когда ложкой уже мешать не очень удобно, замешиваем руками. Домешиваем вот так вот все тесто. Тесто должно впитать в себя всю муку. Пропорция очень легкая. 100 грамм молока в миллилитров, 100 грамм масла, 400 грамм муки. Получается комочек теста. Вот такой. Тесто, оно не липнет к рукам. Вот так вот вмешали муку. И пока будем подготавливать начинку, заверните тесто в пищевую пленку и пусть полежит в кухне на столе 20 минут. Итак, для начинки творог. Берем вот такой вот кусковой творог любой жирности. Сюда же одно яйцо, столовая ложка любого крахмала и сахар. Где-то 2-3 столовые ложки сахара. И еще сюда к сахару я добавлю ванильный сахар, чтобы было вкусненько. И все перемешиваем. Добавлю сюда изюмчика. Вместо изюмчика очень вкусно сделать с сушеной клюквой, если найдете такую. Ну или просто изюм. Так, тесто пусть еще минут 10 полежит и будем формировать. Стол присыпаем мукой. Берем тесто. Оно получилось мягенькое. Вот так. Тесто с двух сторон в муку. И тесто нужно раскатать. Я делаю из него вот такой вот прямоугольничек. И буду раскатывать. Раскатали тесто. Я хочу посмотреть, вот какой толщиной я раскатала. Ну, приблизительно, чтобы вы посмотрели. Где-то полсантиметра. Теперь делим тесто на три полоски. Я вот так намечаю, а потом вот так вот на глазок перерезаю. Ой, ну почти на глазок. Так, и точно так же вот так на три. Теперь берем начинку и распределяем начинку, выкладывая творог вот так в центр. Получается 9 булочек. Можете делать мельче булочки, но тогда их надо долго делать. Теперь, как собираем булочки. Края теста нужно приподнять. Вот так. С этой стороны и с этой. И теперь противоположные уголки вот так вот слепляем. Один на один выкладываем. И эти. Получаются вот такие вот булочки. Вот так. Выкладываем их на противень с пергаментной бумагой. Так, еще раз показываю. Приподнимаю все края. И вот так вот слепляю, видите, серединки. Так, и здесь. Выкладываю один на один. Поднимаем булочку. И вот так вот. Выкладываем на противень. Теперь что я делаю? Все уголки этих булочек вот так вот слепливаем. Вот так. Все. И ставим в разогретую духовку на 180 градусов. Где-то на 20 минут. Они должны быть золотистые и красивенные. Так, и еще. Их нужно смазать яйцом. Одно яйцо. Кто-то берет просто желток без белка и смеживает с молоком. И смазывает. Но можно просто яйцом. И вот так вот смазываем. Не нужно ждать, чтобы булочки подошли. Просто отправляем это все в духовку. Тесто полежало на столе 20 минут. Оно стало мягкое, эластичное. В духовке подойдут будут красивенные булки. Так, булочки приготовились. Берем ложку воды и ложку меда. Вот так вот перемешиваем и смазываем. Пока булочки еще очень горячие. Вот прямо с духовки. Надо им дать постоять минут 10. И можно будет пробовать, что же у нас вышло. От вот такой медовой воды булочки становятся вкусной такой сладкой корочкой. и они долго мягкие. Вот такие булочки получились. Значит, смотрите. Я вот эту медовую воду делала. Ложку меда, ложку воды. Можно брать больше. Две ложки меда, две ложки воды. И тогда заливки этой больше. Ну, тоже хорошо. Кому как понравится. Итак, пробуем, что же у нас вышло. Ммм, конечно, ароматные. Ммм. Это вкусно. Много творога. Тесто со всех сторон не толстое. Вот это классно, что равномерно и начинки, и тесто. Тесто песочное, но такое, как будто немного воздушное из-за дрожжей. Это очень необычный рецепт теста. Попробуйте его так сделать. Начинку можно делать не только творожную, а, например, яблочную или вишневую. Тоже будет хорошо. Вишню можно взять свежемороженую. Только хорошенько влагу с нее отдавите. Тоже будет хорошо. Как по мне, я положила сахар в тесто. И у меня сахар сладковатый. Мне кажется, можно меньше сахара в тесто добавлять. Ну, наверное, зависит от фирмы сахара. Ммм. А так очень вкусно. И еще на моем канале, напоминаю, есть очень классные плюшки с корицей. Я обязательно оставлю ссылку. Посмотрите. Это очень вкусно. Кто них делал, приготовьте. Это, правда, там дрожжевое тесто, но с корицей и сахаром, знаете, вот как такие классические плюшки. Можно будет побаловаться плюшками. И еще у меня на канале очень вкусный просто вишневый пирог. Что-то вспомнила за вишню. Думаю, надо еще... У меня есть в морозилке вишня мороженая. Приготовлю вишневый пирог. Тоже посмотрите, приготовьте. Все. Жду комменты на булочке, на вот таком песочно-дрожжевом тесте. Как вам тесто? Обязательно напишите. Жду коммент. Потому что мне очень понравилось. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, делитесь этим видео. И обязательно жду комменты. Подписывайтесь на мой канал и будем готовить вместе. Целую, люблю, бывайте. Пока. Продолжение следует...